привет народ время позднее чуть не так захотелось в эфир выйти я последние два-три дня думаю надо выйти в эфир так хочется сказать не знаю что время есть много чего сказать да но перед каждым эфиром думаю у меня не найдется слов что сказать вот а когда вы задаете мне куча вопросов то есть что сказать ну вот мне хочется поговорить вот прям хочется у меня прям прям очень сильное желание пообщаться ответить на какие-то вопросы я здесь просто каком-то турции одиночестве жутком как одиночестве людей куча вот а чувствуют что не хватает не хватает коммуникации не хватает общения с большим количеством народа не хватает вот тех душевных разговоров которые раньше я вела потом я пропала на полгода практически вот и сейчас мне чувствую надо обратно в эфиры нет тут еще девочка одна она нумеролог астеролог королок чем у нее там куча всего вот она мне сделала натальную карту и там просто вот про меня про маму про папу про мою прошлую жизнь про настоящую по годам все расписано я была в шоке откуда откуда звезды это знают откуда это все и там написано что я вхожу всегда в депрессию по жизни просто вот так вот по щелчку пальцем если я не общаюсь большим количеством народа и не передаю какие-то знания не передаю какие-то свои способности не использую свои способности по моим способностям там столько всего интересного написано обладаю там гипнозом ясновидение считываю информацию просто по одной фразе буквально стоит услышать одну фразу но это действительно так я даже книжки читаю толстая книга там в течение получаса наискосок я уже все понимаешь что там есть написано и мне даже вот так читать приходится и быстро фильмы смотрю на x2 было бы сейчас x3 x4 тоже бы смотрела так быстро воспринимаю информацию анализирует и вот мне не знаю хочется это все рассказывать что рассказывать вот так вот с бухты барахты я не знаю но если вопросы позадавали было бы классно мне прям не хватает этого общения на ютюбе видео 400 наверное 450 по 2 по 3 часа вот мне кажется я уже все сказала все что можно было сказать ответил наверно на все вопросы но на этом же нельзя останавливаться наверно что-то еще можно сказать давайте задавайте не вопросы но кто хочет пообщаться кто меня знает да новички новичков мало сейчас вот но смотрю сейчас половину я не знаю вас а если вы не знакомы с моими ранее выступлениями да сложно будет разобраться что за девочка такая вышла сейчас прямой эфир и что требует какие вопросы на какую тему вот могу вам книжку почитать какую-нибудь свою если хотите могу на вопросы ответить но мне вот этого не хватает я вот заряжаюсь от народа заряжаюсь от общения стоит мне там месяц просто вот забыть об общении все у меня какая-то жуткая депрессия и я даже не знаю как из нее выйти не знаю надо выходить общаться поэтому помогите мне пожалуйста блин 11 человек тоже непривычно раньше заходила кто из старичков знает сразу блин 500 тысяч человек мы все общаемся просто миллион вопросов не успеваешь отвечать и так все это быстренько проходило сейчас когда вас так мало конечно тяжело мне тоже так как мало вопросов ну и вообще даже не туда всех приветствую хотите о турции расскажу что нибудь я не знаю недвижка сейчас занялась продаю квартиры присмотрела сейчас офигенный себе вариант просто хочу трешку купить сам таком дорогом районе лара где я сейчас живу такой сегодня вот просто ну нереальный проект предложили мне не хватает 6 миллионов рублей истерично думаю где взять может быть кредит в банке лен просто после нового года эта квартира так поднимется в цене просто же есть но она все время растет буквально пару месяцев назад цена была в полтора раза дешевле да спасибо решила не использовать никаких масок ничего а еще я сейчас плохо разговариваю у меня почти мимики никакой зубы делала там коронки примеряли и делали уколы короче у меня вот вся вот эта нижняя челюсть просто вот вечером я ходила отходит до сих пор я не чувствую нижнюю губу не чувствую здесь вообще ничего до сих пор у меня здесь кажется что ничего у меня тут нету я прям не могу от наркоза до сих пор отойти сколько времени уже часа четыре пришло не отошло нифига а то они мне вкололи я понимаю что мне больно подпиливали там зубки для коронок и говорю давайте еще они мне еще наркоз вот а позавчера ходила к зубному полностью отказался от наркоза и мне на живую подпиливали зубы что-то делали и мне было больновато груду буду терпеть сегодня не смогла горы делайте так а я наоборот место себе не нахожу душа почему-то болит грудь хотя причин нет он тоже наверно какая-то апатия у вас почему что-то все равно хочется на и на любви нам всем хочется нам общение хочется люди это ресурсы люди эта энергия и вот чтобы не было вот этой вот апатии нужна любовь нужны друзья нужно общение коммуникация хобби любимое дело наверное чего-то из этого не хватает чем-то надо интересным заняться какие-то новые горизонты какие-то новые дороги открыть распрощаться со старым нас постоянно тревожит прошлое настоящее на будущее нас тревожит который еще не наступила ну вот отсюда все эти тревоги конечно надо разбираться я вот была тут пару месяцев депрессии сказала ну нафиг я больше не хочу вот без причины просто вот без причины все хорошо море жара пальмочки фрукты турция куча друзей там я не знаю везде езжу гуляю работы практически нету не загружаю себя взяла отпуск и вот ушла в этом отпуске в этом раю просто в какую-то беспричинную депрессию причем ну вообще нет проблем никаких не понимаю а потом начала разбирать и поняла и в карте мне тоже написано вот о которой вначале говорила натальной что если я не передаю каждый день информацию людям которую я собираю от людей да например там их вопросы их какие-то жизненные ситуации не структурирую а потом не выдаю им это все обратно с ответами вот все у меня начинается депрессия но это мне так по жизни было и вот в этом году у меня прям мои 40 по натальной карте у меня большой большой кризис куча депрессии если я буду молчать то есть ни о чем говорить если я не делюсь с людьми там так написано не структурирую всю инфу которая у меня есть и не выдаю ее в виде ответов то у меня будут жуткие депрессии я это почитала и просто офигела вот эта девочка просто решила мне бесплатно сделать то что я пожаловалась своем чате по питанию что ребята у меня депрессии не знаю что делать вот прям ну вообще все хорошо а мне настолько все лень ничего не хочу делать даже с кровати не могу встать вторую третью там неделю что делать и вот она мне разложила то что я давно не общаюсь давно никому ничего не помогая не разбираю и так далее то есть прикиньте вот на ровном месте вот у вас тоже не знаю девушка мне это написала просто почему душа болит или мужчина и гиджили на или добрый вечер я создал классное устройство ли витрон интересно как продвинуть свой продукт в люди вы раньше занимались рекламой до знакомства долматовым может что посоветуете ну соцсети вк инстаграм телеграм youtube то есть вам нужно просто выходить без всякого маркетинга я когда работала по маркетингу то есть у меня было рекламное агентство я никогда не рекламировала свои услуги я никогда не продавала свои услуги мне никогда не было рекламы я не заплатила ни одного рубля я просто рассказывала свои жизни делилась ну там своими знаниями помогал отвечал на вопрос как и сейчас в принципе это делаю не обращалась на продвижение там никакого не блогеров не вот ну вообще не таргет ничего не заказывала просто рассказывала в эфирах что я люблю до своей деятельности как это вам поможет то есть ты берешь там то что ты там создал как называется левитрон показываешь рассказываешь чем ты чем он будет полезен какие проблемы у людей закрыть боли да ну это уже маркетинг пошел конечно понять да кто твоя целевая аудитория прям расписать там пол возраст что они хотят что они любят какие у них проблемы какая у них боль чем их закрыть какие у них страхи у этих людей на чем этот левитрон поможет каким образом поможет просто выходишь и каждый день одно и то же рассказываешь добавляя каждый день новую инфу и ты в этом очень хорошо прокачать прокачаешься до рассказывать о своем продукте то есть тебя нужно сначала себя надо продать да потом свой продукт потому что очень сложно какие-то там ноу-хау классные продавать которые о которых люди не знают как продукт нужно продать себя да а когда ты полезный ты интересный да тогда уже твой продукт заходит продать продукт мы можем только если его уже давно продают то есть о нем уже знают о нем уже слышали поэтому параллельно со своим продуктом о котором ты рассказываешь рассказывая себе до своей жизни то есть каждый день целенаправленно пускай будет один подписчик в соц сетях в youtube не не важно ты просто берешь и целенаправленно делаешь видео рассказываешь хотя бы минут по 15 день каждый день вот прям утром и вечером можно сделать и пускай это все у тебя накапливается то есть тебе нужно проявить себя и на эту энергию уже начнут прилипать люди приходить откуда они там придут не парься не беспокойся ну надеюсь я более-менее понятно рассказала жду книгу про деньги да я ее уже написала вторая часть книг денег то есть я сделала первую часть года два три назад не помню она очень коротенькая я ее дополнила расширила там примеры объяснения то есть получается вторая часть книги про деньги которую я сейчас написала она расширенная версия более понятная не просто четкий такой пошаговый план в несколько пунктов всего их несколько пунктов и задания вот прям толковое объяснение плюс я добавила туда тему долги тему там кредитов тему ипотек занимать давать деньги там долг то есть эти темы тоже описала где брать энергию на эти деньги тоже добавила пункты то есть такая расширенная версия крутая я ее уже написала но на проверке к сожалению я не могу поторопить эту проверку уже не от меня зависит нужно чтобы ее проверила девочка и издательство девочка которая фотографии для издательства проверяет а потом издательство должно проверить на уникальность чтобы они опубликовали там тра-та-та и после этого я уже смогу ее продавать официально вот я все официально продаю сейчас и мне нужно на это время моей натальной карте говорится что если я хочу чтобы у меня ушли деньги пробую это делать неофициально а если я получу налоги делаю все официально то от меня ничего не убудет поэтому я придерживаюсь таким моральным принципам что все надо зарегистрировать депрессия равно потеря цели ценности цели не обязательно может быть просто любви не хватает но это одну из до потеря цели наверное да на первом пункте должна быть цель любовь хотя бы хотя бы понимать в какой цели мы идем то есть я хочу любви хочу отношений хочу детей хочу семью денег там здоровья новых проектов движения интереса вот но мы сначала должны базовые инстинкты свои закрыть чувство безопасности первую очередь да потом уже идет уже любовь безопасность любовь потом уже общение в социуме потом уже на последних местах деньги деньги с целями там по каким-то своим проявлениям но место в социуме безопасность вот эти цели надо закрыть если эти цели не закрыты то другие цели они не будут вам интересны насколько ты там их нищие поэтому в депрессии как закрыть цели безопасности мы просто должны понимать как устроен мир то что я первичен мои мысли мои шаблоны мое мышление мир вторично отражает мне если какая-то жопа происходит во мне смысл с этой жопой во вне бороться нету вообще никакой бороться искать решение и пытаться что-то сделать нету сначала надо разобраться в голове да что мне отражает во внешнем мире мое мышление то есть что в моем мышлении такого токсичного чем я создаю эти проблемы во мне во вне вот все наши проблемы это как и психосоматика в теле когда тело с нами разговаривает болезни там хорошо дело просто нам говорит что мы делаем не так и куда мы не туда идем да где мы себя там в чем-то обманываем и что мы что-то не делаем и во внешнем мире то же самое проблему долги и депрессия страхи нам просто сигналит мир о том что у нас в голове куча мыслей обесцениваем себя не верим в себя не хотим двигаться не хотим познавать этот мир отговариваем себя постоянно от этого ищем куча причин почему мы не хотим что-то для себя делать почему мы не хотим себя любить выбирать почему мы не хотим там заботиться о своем теле о своем здоровье о своем питании о своем там физическим данным о своем не хотим экономить свое время не разбазаривая на какую-то херню и так далее то есть в голове мы должны поднять свои шаблоны только потом вовне уже все и цели складываются и депрессия проходит и так далее вот и первые шаблоны которые вы должны разобрать в голове это в свои страхи в безопасности безопасность это в основном страх за будущее то есть мы не чувствуем безопасность если боимся что завтра что-то произойдет либо вдруг завтра чего-то не будет или вдруг у меня завтра что-то не получится или вдруг я завтра что-то не сделаю или вдруг у меня не будет завтра денег вот то есть вот эти страхи в первую очередь надо разобрать страх завтрашнего дня да почему мы его боимся но если завтра это продукт нашего мышления сегодня то просто надо подумать с какими мыслями я сегодня проживаю. Если я сегодня себе говорю, какой я красавчик, молодец, и вижу себя сегодняшнего и сравниваю себя настоящим, сколько я сегодня нового узнал, сделал, обучился, получил опыта, познал из этого мира что-то, познал в себе что-то, поблагодарил себя, людей и так далее, то завтра не может мир повернуть к вам одним местом, не может, он будет повернут к вам улыбкой, повернут к вам самыми наилучшими событиями, но только когда вы сегодня себя похвалите, когда вы оцените все ваши достижения, даже то, что вы встали, приняли душ, с хорошим настроением, за это уже можно себя похвалить, вы не вскочили, как бешеный енот, не помчались, а вы, любя себя, с кайфом, проснулись, поблагодарили эту жизнь и уже мир начинает разворачиваться к вам таким же классным позитивом, такими яркими событиями, то есть неожиданности начинают такие классные приходить, возможности, ресурсы, когда вы в состоянии в таком классном, то есть вы проснулись и сразу же без негатива начали жить этот день с кайфом, с радостью, что, блин, я проснулся, а большое количество людей на планете сегодня не проснулись, просто не проснулись, у каждого что-то случилось, а я проснулся, да, у меня есть еще этот один прекрасный день, думать о сегодня, вот, максимально находясь здесь сейчас, тогда завтрашний день будет еще круче, чем сегодня, но мы в течение дня себя убиваем всеми этими токсичными мыслями, бесконечной критикой других, там, себя, вот у меня не получается, вот у меня нет денег, мы фокусируем себе внимание всегда на недостатке, недостаток всегда умножается вовне и проецируется нам недостатком, долгами, нехваткой, начиная от людей, друзей, любви, денег, благ, хорошей погодой, там, я не знаю, войной, чем угодно, вот, если мы фиксируемся, сколько всего у нас сегодня есть, на сегодня здоровое тело есть руки и ноги, а у кого-то нет ноги, у кого-то нет руки, или я мог бы проснуться без руки, без ноги, там, меня оторвало, бомба прилетела, там, что угодно, сейчас в мире что только не творится, но уже порадоваться, что вы проснулись, и вы можете ходить, говорить, смотреть, уже должно вас радовать, то есть, если вы начнете замечать, что сейчас, в данный момент у вас уже есть, то вот эта вот фокусировка на на том, что есть, да, она вам умножает достаток, достояние всего вокруг, вовне, ну, с каждой минутой, когда вы фокусируетесь всегда, вот у меня нет чего-то, то вы умножаете вот это вот нет на еще х в геометрической прогрессии, и вовне вы этот недостаток обязательно увидите, то есть, первое, с чего вы должны начать этот день, чтобы у вас не было депрессии, и не было страха за завтрашний день, зная, что завтрашний день просто умножит сегодняшние ваши мысли, а какие ваши мысли, вы должны следить за ними, да, и корректировать в течение дня, не думать на автомате, а для того, чтобы вы корректировали свои мысли, да, переходили в достаток с недостатка, переходили в баланс, в поток, я не знаю, дурацкие слова, переходили в состояние вот этого классного настроения, вы должны фиксировать себя, а для этого надо убирать мысли о прошлом, о будущем, да, и в настоящем максимальном моменте проживать, чтобы проживать в настоящем моменте, да, цепочка идет такая длинная, мы себя вытягиваем в настоящий момент через благодарность, это самый легкий, кратчайший путь в настоящий момент себя все время, то есть поблагодарили там еду, которую вы сейчас едите, которую вы приготовили, себя поблагодарили, людей, которые готовили эту еду, там собирали, выращивали, кто там вам тарелочку делал, кто-то вам стол сделал, кто-то вам квартиру построил, кто-то вам водопровод, вот вы фокусируетесь на вот этих мелочах, и вот это умножается, то есть ваш достаток во мне умножается, но чем больше вы фокусируетесь на том, чего у вас нет, С критикой это ещё делайте, без благодарности. Тем больше долгов вовне, потому что вы себе задолжали любви к себе и к людям. Чем меньше этой любви, меньше благодарности, тем больше долга к себе, которого вы задолжали. Вовне этот долг в виде налогов, в виде штрафов, в виде долгов банковских, в виде ипотеки и так далее, проецируется. То есть наша реальность просто следствие наших мыслей. И вот как вы этот день проживаете, вот такой будет завтра. Да, вы можете смело бояться завтрашний день, зная, что у вас сегодня полный токсикоз мыслей этих токсичных. Да, завтра будет плохо. Просто живите с этим, знайте об этом. Но если вы не хотите, чтобы завтра было плохо, вам сегодня надо с этим что-то делать в голове. Так, трудно держать фокус в настоящем времени, уплывая в прошлое. Как якориться? Вот я как раз ответила на этот вопрос. Просто я как придурок всё впитываю, как губка. Чужую боль, страхи. А потом путаю, где мои, а где чужие. Хоть в интернет не заходи, везде жестяк. Согласно информационный шум, подавление нас через фильмы, через музыку, через в эти социальные сети вбросы различной инфы, просто сжирает нас наш мозг. Природа, зелень, деревья, озеро, море, лес, горы. Куда угодно, берите кого угодно, знакомьтесь и оставляйте дома телефон. Восстанавливаться нужно через природу, через живую жизнь. Интернет просто забирает всю нашу энергию, к сожалению. Поэтому ограждать себя от информационного шума, ну это, наверное, первое, что нужно сделать. Заходить в интернет, да, только при острой необходимости на 15-30 минут на час, рассказать о себе, о своей деятельности, там, если вам нужно свой проект продвинуть, вот как парень вначале написал, создал уникальный какой-то прибор, который чем-то может помочь. На час вышел, всё, остальные новости, нахрен, зачем вам эти новости? Вот что они сейчас смогут, вот просто подумайте, да, что эти новости токсичные о том, что случается в мире, сможет вам, чем вы можете помочь этому миру, послушав эти новости? Вот лично вы вот здесь сейчас, да ничем, да, вы только можете забрать эту энергию из мира, которой и так уже мало, и слить её в плохое токсичное настроение. То есть только хуже себе и миру делайте, потому что мир — это тоже ваше продолжение. Когда вы уже в гармонии с собой, когда вы уже научились справляться там с любыми своими страхами, проблемами, вот этими токсичными мыслями, тогда вы можете беспрепятственно входить в эти новости, да, и уже работать с этим миром. То есть вы можете послать им огромную любовь, там, людям, которые находятся в каких-то там критических ситуациях. Вы этим действительно можете помочь своей энергией. Но пока этой энергии и любви вот этой внутри к себе нету, пока вы ещё сами, как токсик, вы ничем не можете помочь. То есть вы можете делиться только тем, что у вас есть, правильно? Поэтому пока ограждайтесь. У меня пропали вещи, они мне не нужны, но я их не могу найти, я спала после обморока сутки. Ничего себе, Руф, это как такое может быть? Ну, если они вам не нужны, поблагодарите, что освободили себе энергию, которая взамен них у вас сейчас есть, да, для дальнейших каких-то там действий, приобретений. Просто поблагодарите себя и эти вещи, которые послужили вам ранее там во благо, и сейчас пускай они уйдут дальше кому-то во благо. То есть поблагодарите, значит так и надо, значит так и хорошо. Как относитесь к кундалини-йоге? Я йогой никогда не занималась, поэтому я даже не могу на этот вопрос ответить. Кому нравится, занимайтесь. Вообще можно всем в этой жизни заниматься. Нет ни плохого, ни хорошего. Главное, чтобы это не вредило себе и миру. Даже плохие вещи, которые люди называют плохими, можно использовать по-хорошему, как атомную энергию, да, которая может пойти в разрушение, а может пойти в созидание. Вот, поэтому даже всё самое хорошее можно во вред исполнить, так же, как и самое плохое. Поэтому не могу сказать, как я к этому отношусь. Я не знаю, как это использовать, то, что я не знаю изнутри, что это такое. Я задала вопрос, где они в другом измерении. Ой, не знаю, Руф, я увидела про обмороги. Только. Как полюбить себя? Постоянно слышу эту фразу, но как это реально сделать? Любовь к себе, это прежде всего принятие себя таким, как есть. Но не путайте. Когда, например, больная толстая женщина, жирная женщина, говорит, я принимаю себя такое, какая есть, и люблю себя, это просто враньё. Человек, который наплевательски относится к своему здоровью, к своему питанию, к своему телу, это далеко не любовь к себе. То есть человек, который говорит, я люблю себя такой, какая есть, жирной, толстой, некрасивой, неопрятной, это абсолютная не любовь к себе. Вот, любовь к себе, это когда ты ухаживаешь за собой, да, и ты видишь, где себя подкорректировать. Я не говорю, что надо идти к хирургам и себя переделывать, нет. Нужно переделать только лишнее. Лишнее, например, лишний жир, да, и лишние болезни. То есть нужно переделывать себя только во благо. Вот это вот и есть любовь к себе. То есть я вижу, что я жирная и толстая, у меня болезнь. Как все говорят, вот, пожалейте этого человека, что вы там нападаете, критикуете. Я критикую жирных и толстых, ребят, критикую больных, критикую. Почему? Потому что они сами лично, своими действиями, поступками, целенаправленно, понимая, что они делают, сделали это с собой. Поэтому мне их, во-первых, не жалко, а во-вторых, они кричат о любви к себе, да. У меня сразу такая критика включается. Ну как же ты себя любишь, если ты убиваешь себя? Ты без разбора жрёшь то, что есть не положено, да. Синтетическую, искусственную, мёртвую еду, которая и вызывает все эти твои болезни, которые на печень, на сердце, на сосуды, на головной мозг, на все твои органы. Ты жирная, ты некрасивая, ты больная при этом. Естественно, у тебя нету сил, нет энергии, ты ещё и токсичная, блин. Но я буду носить лосины, потому что я люблю себя такой, какая есть, в обтяжку, да, на вот таком гусеничном теле. То есть я считаю, что любовь к себе — это бережное обращение с собой, бережное обращение к своим мыслям, да. Даже критика бывает убийственная, бывает полезная на пользу, которая только взращивает в тебе самое лучшее. То есть можно себя критиковать для того, чтобы пойти это исправить, в пользу обернуть эту критику. Но если критиковать при этом и ныть, жертвить и всем рассказывать, какая я стрёмная, боже мой, я такая жирная, и ничего с этим не делать, да, то эта критика в минус идёт, конечно же, нифига не в пользу. Но когда ты критикуешь себя не для людей, да, себе перед зеркалом сказала, что-то у меня сегодня волосы жирные после массажа, но я специально не стала мыть, что они в маске у меня сейчас. Вот, ну, это хорошо, это даже не критика. Сейчас я себя похвалила, я молодец, а маску сделала, массаж. Но вот вы подошли к зеркалу и сказали, блин, как я стрёмно выгляжу. И ничего с этим не сделали, и пошли дальше, да. У вас настроение хреновое, вы себя чувствуете не очень классно, это передаётся другим людям, они считывают это всё на расстоянии, просто телепатически, что вы себя не любите, они тоже к вам относятся как к последнему пустому месту. Потому что вы так к себе относитесь, да, это чувствуется, и им с вами неприятно. Потому что вы себя критикуете, и у вас поэтому конфликты, ссоры, там, с мужьями, детьми, родителями, друзьями, на работе с коллегами. Вот, потому что вы себя не цените. Ценить, любить себя, это забота, да, о себе. А что я думаю сегодня? Как эти мысли, которые, там, даже токсичные, обернуть в свою пользу? Вот надо себе задавать такой вопрос. Вот я покритиковала себя, да, что я с этим могу сделать? Например, мне не нравится мой нос. Ну, здесь уже сразу понятно, это какие-то шаблоны навешанные, и эта критика, ну, не к месту. То есть я себя критикую не к месту, больше я так себе делать не буду, я себе это говорю. Потому что я родилась таким носом, да, и если мода сейчас, там, маленький нос или большой, или такой, или сякой, вот. Но это просто мода, она пройдёт, да, и с носом всё в порядке. Ну, то есть зачем я себя критикую? Наверное, я хочу себя пожалеть. Наверное, просто я не знаю, куда свои токсичные мысли деть, или так далее. То есть вы начинаете рассуждать, и понимаете, что вы занимаетесь глупостями, и вы перестаёте это делать. Как следствие, да, это и... А самоанализ идёт на пользу. Но когда вы смотрите в зеркало и думаете, блин, какие у меня паршивые зубы, а что я с этим могу сделать, да, я могу пойти и подумать, да, чего они разрушаются. От курения, алкоголя, химической еды, химических витаминов. Каких-то препаратов. То есть я что-то делаю не так. Я в себя запихиваю что-то не то, да, и пересмотреть своё питание. Это критика на пользу идёт. То есть любовь к себе – это замечать в себе. И хорошее и плохое – всегда это оборачивать на пользу. Критиковать можно себя. Вообще можно делать всё, что угодно. Просто вы после этого себе задайте вопрос, как это с пользой использовать. Кто-то очень талантлив в критике. Он может стать очень классным критиком фильмов, критиком людей для того, чтобы их сделать лучше, там, окружение своё лучшее. Мягко, с пользой, красиво и для себя, и для людей. То есть это совсем неплохо. Плохо, когда вы просто токсичите, лишь бы другому сделать больно. Ну, там, покритиковали в соцсетях кого-то. Вот. Это не любовь к себе. Вот вы, когда кого-то критикуете, а я вот, посмотри, какой классный, а ты вот дурак. Вы покритиковали, но это вы себя не любите. Раз считаете, что, ну, ваша исключительность, уникальность, просто исключительно эго завышена, да, это тоже не любовь к себе. Одну из форм. Так. Трудно думать, фиксировать. Возьмите, записывайте. Ну, то есть, Москва не сразу строилась. По чуть-чуть. Сегодня вы проснулись, хотя бы себя поблагодарили за то, что вы проснулись. Сегодня вы ели что-то, поблагодарили еду. Поблагодарили себя, что приготовили. Кто-то вам это приготовил. Кто-то вам это собрал. В магазин привёз. Каждый день по чуть-чуть, там, сегодня 1% заметили, завтра 2%, послезавтра 3%, потом это войдёт в привычку, вы будете постоянно в таком потоке находиться. Просто винить здесь некого. Никакие причины извне на вас не влияют. Абсолютно. Влияют только ваши мысли в голове. И это можно исправить. Критиковать тоже смысла себя нету. Когда вы себя критикуете, это тоже хорошо в этот момент, да, то, что вы не можете собраться с мыслями здесь сейчас жить. Это тоже хорошо, потому что каждый раз, когда вы это себе говорите, вы уже фиксируетесь на себе. Вы уже возвращаетесь в момент здесь сейчас. Вы уже можете задуматься. Просто многие вообще тоже не задумываются ни о чём, да, и никогда не понимают, о чём они думают. Просто на автомате живут. Таких людей масса на самом деле. И у них все виноваты вокруг. Виноват Путин, виноваты русские, виноваты украинцы, виноваты... Все вокруг виноваты. Я вообще не понимаю, как так люди живут. Да, и не понимаю причинно-следственные связи. Ну, всё, начинаем с себя. Нелли, разъясни чуть. Весь мир — это иллюзия. Набор кодов и программ, ну, можно так сказать, да, голограмма. Даже учёные уже давно по пазлам каждый где-то внёс в свою левту и доказал, например, цветов вовне цвета не существует. Это наша радужка, сетчатка глаза нам помогает видеть цвета, которые мы создаём у себя в голове и в глазах. То есть вовне цвета нету. И звуков тоже нету. Звук — это просто волна, это вибрация. И наша барабанная перепонка улавливает эту вибрацию. А звука нету, понимаете? Только мы слышим этот звук. Каждый у себя свой. И если так подумать, то практически всё в этом мире — иллюзия. Мы проживаем всё в своей голове. Весь этот мир. Все миры, все параллельные реальности, которые сосуществуют одновременно, и мы можем перемещаться по этим реальностям. Если мы токсичим, у нас мало энергии, мы спускаемся вниз на реальность, где хуже всё, где опыта больше надо пройти, чтобы опять подняться, где уже будет получше. Это как радио. На разных частотах наш мир сосуществует, и мы везде одновременно, одномоментно, как объясняет квантовая физика, находимся в суперпозициях. Так вот и радио. Одновременно представьте, сколько радио сейчас есть, и мы можем переключаться с одной песни на другую. Но мы при переключении только какую-то одну слышим. Так же и мы видим этот мир, находясь на определённой частоте, своей собственной частоте, своих собственных вибраций, своих собственных мыслей, своих собственных движений. Вот вибрация — это количество перемен, перемен нашего движения. А если вы живёте без перемен, ваши вибрации максимально низкие. Чтобы перейти на частоту, где всё круто, вам нужно очень много перемен различных. Всё время, как маленький ребёнок, изучать этот мир, по-новому смотреть на этот мир, новую информацию всегда изучать, по-новому что-то делать, ходить новыми дорогами, всё время что-то менять. Никогда не уходить в застой, потому что застой — это стагнация. Изучать каждый день хотя бы по одной главе любой литературы, какой-то научной, научно-популярной, про животных, про мир, про рыб, хоть про что. Чтобы это что-то было... Ну и вам интересно, конечно же, выбирать по интересам, схожие с какими-то темами, с которыми вы там занимаетесь. Вот. Хотя бы что-то изучать новое. Тогда наш мозг растёт со скоростью 400 миллиардов отростков в секунду. Каждый отросток излучает волну. И вот мы буквально волну световую, мы буквально фотонами создаём вот эту иллюзию, этот мир материальный, и мы эту материю творим чувствами. Чувства первичные, которые нам через ум потом дают мысли. Мысли складываются в какие-то образы. Эти образы нам уже подкидывают, какие нам действия делать. Так вот, первичное — это чувство. И вот с чувствами надо разбираться тоже. Что я сейчас чувствую? Часто задавайте себе этот вопрос. Грусть, печаль. Для чего? Почему мне так выгодно сидеть в этой печали? Почему мне выгодно сидеть в этой грусти? Для чего я хочу? Может быть, я просто хочу отдохнуть? Окей. С радостью отдохнули и приняли свою грусть с кайфом и с наслаждением. Прожили её. Когда вы принимаете свои чувства, неважно, какие они, это может быть боль, это любая, да, это душевная, физическая, это может быть какие угодно чувства, да. Когда вы их принимаете с лёгкостью, у вас формируются мысли лёгкие, у вас формируются мысли такие потоковые, которые вас на действия какие-то всё время пытаются разжечь, да, и вы уже начинаете действовать, и вы уже как в поток встраиваетесь. Когда вы отдаётесь потоку своих мыслей, там, я не знаю, по-разному можно сказать, там, вселенной, там, отдаётесь Богу, судьбе и просто плывёте без каких-то сопротивлений этому миру, да, принимаете события, как они есть. Ну, случилось и случилось, окей, почему-то это хорошо, говорите себе, выучите этот шаблон, чтобы он встроился в ваше подсознание, и вы уже на автомате всех время говорили себе, ну и почему-то это хорошо, зачем-то это мне нужно. Здесь какой-то опыт, я чему-то сейчас научилась. Если мне интересно, чему я научилась, я задаю себе вопрос, блин, интересно, чему я научилась, да, и если это отпустить, мысли отдадут обратку всегда каким-то ответом. Нет ответа, окей, я позже узнаю, почему-то это хорошо. Вот даже оглянитесь сейчас на прошлое ваше и посмотрите самые плохие события, которые с вами случались, и эти плохие события, как сейчас обернулись, ну, суперполезно в вашу сторону. Вот что бы с вами ни случалось, там потеряли работу, зато у вас теперь там бизнес, потеряли работу, зато там другая работа, потеряли работу, зато у вас там какое-то хобби работаете на себя, то есть тогда вы так страдали, или потеряли молодого человека, как страдали, но потом был лучше, а потом ещё был лучше, и каждый раз было лучше. То есть вспоминайте себя в прошлом с какими-то негативными событиями, и начинайте осознавать, что вот эта цепочка событий негативных, да, только к лучшему вас свела, к вашему развитию, к вашему росту, к вашим знаниям, к вашему опыту. Теперь вы уже понимаете, как надо, как не надо, то есть вы растёте и учитесь, и это нормально. Вот, поэтому возвращать себя в классное настроение, в классные чувства, да, которые бы формировали классную реальность, можно просто обычными, просто вот самыми простыми фразами, да, благодарности к себе там почаще, и говорить себе, почему-то это хорошо. Я не знаю, как будет завтра, но мне интересно посмотреть это кино, то есть разжигать себе этот детский интерес, что будет. Если вы уже заранее спрогнозировали, что будет, и пытаетесь подстроить эту дорожку, то у вас на этой дорожке нет энергии, потому что у вас нет интереса, вы уже знаете. Интерес, энергия лежит вне знаний. Когда вы уже пытаетесь подстроить под свои знания какой-то путь, какие-то шаги, там, достижение какой-то цели, вы уже понимаете, что будет, как будет и так далее. У вас нет вот этого восторга, нету этого интереса, той энергии пинка, да, вот действовать, это получать. И получив, вы не удовлетворены, потому что вы знаете. Говорите себе, я ничего не знаю, мне интересно сейчас это узнать, интересно понаблюдать, как это случится. То есть вы должны в себя верить. Вот любовь к себе, да, помимо того, что забота о себе, да, это ещё и вера в себя, то, что всё будет только лучше. Когда вы себе это говорите, это действительно так и происходит. Но если вы попытаетесь записывать свои мысли в течение дня, вы удивитесь, что 99,9, если не 100%, только токсичные мысли. Только те, что убивают вашу реальность, да, классную. Ваше тело убивает, и нервы, которые не восстанавливаются. Так, я ещё выписала слова. Действительно стало легче. Благодарю, работаю, честно, не верила. Пробуем. Затык с чувствами, не чувствую ярко радость. Радость – это физиологическая тема, когда мы получаем энергию. Если вы не чувствуете радость, это хорошо, значит, вы в этот момент знаете, что вы не получаете энергию. То есть ту жизненную энергию, которую люди способны генерировать. Генерировать, чтобы создавать этот мир, чтобы создавать материю. Чтобы эту энергию переводить из антиматерии в материю через какие-то желания и интерес. И в тот момент, когда энергия перетягивается в материальный мир, наше тело испытывает радость. Вы умом своим пытаетесь прочувствовать радость от искусственных стимуляторов, от искусственных костылей. Там радость от общения, радость от еды, радость от застолья, радость от путешествий, радость от книги, радость от кино, радость от новой одежды, радость от всего. что вы вокруг видите, вы пытаетесь от внешнего получить радость. Это невозможно. Тот, кто получает от внешнего радость, радость — это дофамины, которые по-настоящему сигналят нам о том, что мы наполняемся энергией, извне получить невозможно. Это искусственная радость, и это искусственно. Это надуманно, искусственно. Вам проще поверить в иллюзию того, что вы получили от новой кофточки радость, чем получить её настоящую. Ну и плюс ещё, когда вы себя искусственной радостью всё время пытаетесь завлечь, получая, допустим, искусственно дофамин, гормон счастья, через еду, к примеру, поели, получили наслаждение и так далее, настоящей радости вы не получите, потому что организму она уже не нужна, а вы уже и так этот дофамин получили. Но этот дофамин не приносит вам энергию, да, ту настоящую радость. А вот настоящая радость, чтобы она у вас была, она может произойти только от одного случая, который я описала во всех книжках, во всех своих видео, во всех постах практически. Можете почитать, ну вот сейчас, ладно, скажу, ещё раз, в миллионный раз, да, за последние там шесть лет одно и то же. Настоящую радость вы можете почувствовать только, когда сделали какое-то дело, которое вы хотели, исполнили своё желание. Когда вы созидаете что-то, да, создаёте. Когда вы проделали какую-то работу и удовлетворены этой работой, потому что эта работа принесла неописуемую пользу миру вам, и вы получали тотальное удовлетворение во время её процесса. Другая радость, она искусственна. Вы можете её на уровне ума только понимать. Вот вы едите мороженку и радуетесь. То есть это искусственная радость. Энергия, она вам не приносит, а только на переваривание вы эту энергию сливаете, да. На качельках там покачались, с кем-то занялись какими-то делишками, вот, постельными там, чем угодно. Вы сливаете энергию, вы её не получаете. И пытаясь заменить настоящую радость как признак того, чтобы наполнять энергией, чем-то искусственным внешним, что-то достичь, что-то купить, что-то понять, куда-то поехать, что-то увидеть, да. Вы всё меньше и меньше внутри себя хотите получать настоящую радость, потому что она искусственно заменена. Но искусственно только в уме вы радуетесь. Энергией вы при этом не наполняетесь. И вот когда эта энергия заканчивается, которая дана нам при жизни в определённом количестве, да, мы умираем, но мы можем жить дольше, мы можем жить качественнее, мы можем жить здоровыми, мы можем жить счастливыми, но на это нужна постоянная энергия, которую мы должны генерировать. Но генерируют её в этом мире единицы, потому что никто не умеет наслаждаться творчеством и процессом созидания в этот мир чего-то полезного и нужного. Всех сейчас купи-продай, обменяй, там, я не знаю, найди, обмани, купи дешевле, продай подороже, ну, то есть всё, и мы радуемся, типа. Но энергия уходит. Даже если эта энергия, ваша жизненная энергия, материализуется в деньгах, вы искусственно радуетесь этим деньгам, вы жизненную энергию, годы жизни просто запихали в деньги, и вы эти деньги потратили, и опять искусственно порадовались. И то есть так слили свою жизненную энергию. То есть могли бы жить там 90 лет, а будете жить 60, потому что вы вытягиваете из разных сфер жизни, из здоровья своего, из годов жизни, из своих органов энергию, из себя энергию-то вытягиваете. Вы эту энергию забираете из отношений, из родственных связей, из чего угодно, то есть из всех сфер жизни. И пытаетесь её материализовать в деньги. Получив эти деньги, тратите эти деньги. То есть вытащили, пять лет жизни обменяли на миллион рублей, потратили эти миллионы рублей на искусственные развлечения, алкоголь там какой-нибудь, в барчике, да, с мальчиками, с девочками, куда-нибудь там поехали, посмотрели. То, что можно было посмотреть возле себя, но мы возле себя вообще в упор не видим всю эту красоту. К нам все едут, смотрят, да, но нам вокруг неинтересно смотреть. Нам надо куда-то далеко поехать и потратить там свою энергию. То есть вот эта вся искусственная радость она тратит. Поэтому вы не можете ярко чувствовать, потому что ваше подсознание понимает, что вся эта радость искусственная, внешняя, от чего вы пытаетесь получить эту радость, да, она надумана, поэтому вы не можете её ярко. И это нормально. Вообще радость, она тихая. Радость, она умиротворённая. Настоящая радость, да, когда вы энергию получаете, это же такая дрожь в теле. Когда вы получаете энергию, у вас вибрации повышаются, и вы такой, как на шарнирах, вам хочется куда-то бежать, что-то делать, у вас открывается вдохновение, озарение, то есть вспышки радости настоящей, не искусственной, ненадуманной, непридуманной, в которую вы пытаетесь ещё поверить, да, и отыграть её смехом, типа, посмотрите, как мне хорошо, но в душе ни хрена нехорошо, потому что вы потеряли энергию, наоборот, и не получили. Вот от настоящей радости вы почувствуете поток вот этого вдохновения, когда вы рисуете картину, влюбляетесь, говорите маме там классные слова, обнимаете ребёнка, чему-то его учите, вы получаете вот это вот тихое наслаждение, и вам просто хорошо, умиротворение, вот настоящая радость. Это не всплеск эмоций, которые потом тело пытается погасить, вытаскивая весь кальций из костей, там зубов, зрение, да, чтобы погасить этот кальций в крови, да, это не то возбуждающее чувство от новой кофточки там или поездки. Так что вот. Нелли, не могу навести порядок у себя в квартире, прям физически, что может быть не так? О, сегодня я прочитала пост о том, что... Не, не пост. Был какой-то рил с одной девушкой, у которой 3,5 миллиона подписчиков, американка, она бесплатно разгребает квартиры тех, кто находится в дикой депрессии, в дикой такой, что у них просто от пола до потолка мусор. И вот одна девушка там написала, я не могу убираться, что мне делать, у меня до панической атаки доходит. И вы пишете этот вопрос. И я ей ответила. Внешний мир... Ну, сейчас я вам подлиннее отвечу, я ей прям коротко написала. Вот, вам длиннее отвечу. Это для всех вообще интересно. Внешний мир, да, повторюсь, это лишь следствие нашего мышления. Да, если вовне грязь, там, грибок, грязь, мусор, просто надо обратить внимание на то, что в нашей голове сейчас токсичные, грязные, мусорные мысли. Вот, избавляясь от них, мы начинаем видеть красоту чистую уже и вокруг. Дальше. Какая здесь связь? Вы хотите убраться, да? Вы должны себе представить, что когда вы убираетесь вовне, у вас происходит чистка в мозгах. То есть вы должны мыть пол с таким чувством, что сейчас вот я мою пол или протирая окно, у меня очищаются от токсичных мыслей мои все нейронные связи и лопаются просто шаблоны, перестраиваются. Когда вы чистите там унитаз, вы можете наговаривать туда все свои проблемы и просто представляете, как они уходят, сливаются, и вы очищаетесь. Вы получите, во-первых, вот здесь настоящую работу, перемены, созидание, творчество и как раз ту настоящую радость, которая даст вам энергию именно в этой уборке. То есть делая обычные дела, мы можем получать энергию. Именно обычные дела нам приносят эту энергию, которую жизнь нам необходима для исполнения наших желаний и созидания этого мира. Да, и чтобы у нас все в этом мире было мирно, комфортно, без войны и так далее, нам нужно внутри вот созидать вот эту вот энергию. И чтобы созидать, вот чистите унитаз. Каждый раз, блин, по пару тысяч рублей вам будет просто падать на голову, как только вы помоете унитаз, потому что вы эту энергию аккумулировали. То есть вы взяли свое желание почистить, почистили с наслаждением, убрали свои проблемы, почистили, почистили свой мозг. И когда во внешнем мире идет очистка, соответственно, это отражение нашего же внутреннего, значит, по-любому там что-то очищается. Если вы будете понимать, да, вот эти причины следственной связи, то вам будет легко делать вот все, что вы хотите. То, что вам ранее казалось трудным, то, что вам казалось там... Я вообще обожаю убираться. Я очень хочу, как этот блогер, 3,5 миллиона человек, который имеет, также приходить и убирать завалы, мусора. Боже, она там туалеты разгребает, прикиньте, вот она открыла дверь в последнем рилсе, в предпоследнем. Пришла там к тетке, которая пережила там сильную депрессию, кто-то умер там у нее. Вот. Дверь открываешь, туалет, она с ванной, просто вот там маленький проходик, маленький уголочек сесть на унитаз, а все остальное использованная бумага, использованы вот эти рулоны коричневые, вот до потолка с пола полностью забито, до ванны, до раковины не дойти, и использованных прокладок, что-то тьфу там вообще, и вот просто за стена утрамбована вот этого всего, и этот мусор не выносился годами просто, не знаю, десятилетиями, наверное. Там тысячи просто использованных прокладок, смятых там, и грязной бумаги, это вообще всяких тряпок, там и трусы она доставала, господи, что там только не было. И она это с таким удовольствием разгребает. Представьте, как она чистит мир. Она чистит свои мозги, офигеть как. Ну, приносит пользу локально, да, и в мир тоже приносит большую энергию просто вот этой вот маленькой уборкой. И я тоже от такого кайфую. Я обожаю мусор собирать. Я часто выхожу, беру пакет. Раньше у меня в сумочке все там мусорные пакеты были. Сейчас сумку что-то не люблю в последнее время брать с собой. Вообще пустая иду на улицу. Вот, но по возможности, если есть рядом мусорка и что-то валяется, я всегда нагнусь и подберу. И мне пофиг, что у меня нет перчатки. Мне пофиг, что это будет очень грязное что-то. Ну, просто до лица не буду дотрагиваться, дойду до дома, помою руки. Я не брезгливая, и я просто кайфую, убирая. Потому что каждый раз поднимая каждую бумажку, там, бычок какой-то валяется, фантик. Что угодно, да. Я понимаю, что я просто избавилась от какой-то токсичной херни в моей башке вот в этот раз. Если вы будете с таким настроем, поверьте, вам понравится. Почему мужчины, которые нравятся, выбирают других, а те, кто не привлекают, хотят быть со мной? Дело в том, что когда мужчины нравятся с первого взгляда, вы же их глубоко еще не знаете, потому что они же вас не выбрали, у вас вот этого душевного связи вот этой душевной не было еще. Вот. Понятно, вы их не знаете, у вас есть о них образ и иллюзия, которую вы в своей голове нарисовали картинку, да, но то, кем они являются, какие представления у вас, это, ну, совершенно разные вещи, которые рядом, как параллельные, не пересекаются. Вот. И первое, слишком много фантазии и иллюзий насчет людей, надо пересмотреть, поработать с этими шаблонами. Второе, те, кто не привлекает, они хотят быть с вами, каждый человек ваше отражение, и все, что вам не нравится вовне, все качества, поступки, там, внешность, все, что угодно, каждый момент, каждое чувство, все, что не нравится вовне, это есть в вас, незамеченное, недолюбленное, непонятое, неиспользованное во благо, и поэтому каждый человек, как учитель, приходит в вашу жизнь, особенно те, которые не нравятся, чтобы показать, сколько в вас есть ресурсов, которые вы должны прокачать, начать использовать и обрести вот эту ту целостность и гармонию с собой. Встретится ваш человек, тот идеальный человек, да, гармоничный, с вами, когда вы будете гармонично внутри, но для этого вам нужно собрать те пазлы, те ресурсы, которых вам не хватает, вот приходит как раз человек и показывает, ну, например, вы ненавидите людей, вам не нравится чувак, который жадный, да, вот, ну, жадный, фу, сразу, а он хочет быть со мной, рассмотрите эту жадность, что этот учитель, который пришел к вам, пытается вам сказать, он пытается вам сказать, что ты жадная, но эту жадность где-то подавила и не используешь ее во благо, то есть там, где ее можно использовать, да, ты не применяешь ее, например, жадность до знаний, до жизни, до кайфа, жадность – это чувство, это, не надо оценивать любое вот слово, там, характер, поступок, как некое, что как-то использовали, то есть мы определяем каждое слово по его степени использования, если вы видели, что используют атомную энергию плохо, да, как бомбу делают, например, да, вы будете думать, что атомная энергия плохая, если вы видите, что человек использует жадность неправильно, ну, вы будете считать, что жадность – это плохо, надо понять, что он в зеркало вам показывает, то, что вы видите только себя, каких ресурсов мне не хватает в себе прокачать, да, чтобы я могла привлекать этими ресурсами уже других людей, если он неправильно эту жадность использует, например, жадничать денег, скупой такой, противный, плюшкин, я тоже таких не люблю, вот, но они не попадаются в мою жизнь, их просто нету, я знаю, что, возможно, где-то такие существуют, но в моём окружении я просто таких не вижу, потому что я полюбила жадность в себе, я жадная, там, до своего здоровья, поэтому я никогда не буду делать ничего вредного для своего здоровья, я не буду есть вредную еду, я жадная до своих эмоций, поэтому я буду их выражать максимально, прям, артистично, как актёр на сцене, проигрывая самую такую клёвую прям игру, чтобы все мне поверили, а не стоять там мямлить на сцене, чтобы это было неинтересно, то есть я жадна до знаний, да, и я их люблю черпать, но я и скупа одновременно до знаний, потому что, чтобы черпать жадно знаний, мне достаточно в каждой сфере уловить там по пару моментов, то есть надо комбинировать, и жадность, и скупость, это одно и то же, просто мы разделили целое на степени применения, и затоксичили так, ну и неправильно применяем, поэтому вам надо, наверное, чтобы встретить того мужчину, вернусь к мужчине, с которым бы вот этот пазл бы сошёлся гармоничный, да, вам нужно пройти определённое количество учителей, общайтесь, знакомьтесь, влюбляйтесь, ну не рассказывайте им об этом, переживайте вот эту любовь внутри, когда вы влюбляетесь в любого мужчину, или в женщину, в ребёнка, там в человека, вы влюбляетесь в какую-то часть себя, которую этот человек отражает, и просто вам нужно в этот момент помнить об этом, что вы не человека полюбили, в нём вы любите иллюзию, плюс другая сторона, ну вы любите себя, да, какие-то части в себе, и просто обратите внимание, что вы в себе открыли наконец-то, да, так вы целостность свою собираете, плюс смотрите, что вам не нравится в нём, находите это в себе, и как это применить с пользой, что это за чувство такое прекрасное, где оно нужно, в каких ситуациях его использовать, и следующее, вот начала об этом говорить, и, блин, потерялось, короче, надо пройти какое-то количество учителей, собрать вот эту целостность, тех пазлов, себя раскрыть, да, как женщину, не хватает вам куча-куча чувств, которые вы не принимаете в себе, но они ваши, и они так и прут из вас, ну вы их, нет, я не такая, я вообще честный человек, я никогда не вру, но вы вруша, потому что вы врёте сами себе, не может быть такого, ну и, где использовать во благо ложь, и что вообще такое ложь рассмотреть, ложь и правда, это одно и то же, когда вы в целостность вот эту входите, рассматриваете противоположности, понимаете, в чём здесь одно и то же, почему это целое, вы можете найти этому применение, и уже использовать все качества, да, вы так раскрываетесь, и у вас очень много ресурсов становится, и чем больше ресурсов, тем больше людей к вам тянутся, естественно, всем нужна ваша любовь, потому что если у вас к себе много любви, да, то очень много этой любви хочется и другим получить, так, с мужчинами понятно, что я хотела сказать, и прервала себя про мужчин, в общем, те, которые хотят быть с вами, вам с ними надо уроки пройти, вам с ними надо просто дружить и общаться, а, вот, прервала себя, повторюсь, когда вы влюбляетесь, не нужно сразу реагировать на эти ваши дофамины, блин, потому что если, все психологи об этом даже говорят, если вы почувствовали какое-то супер там сексуальное влечение, прям вау, влюбился, бабочки в животе, вот, они говорят еще, чувствуете, от этого человека надо бежать, потому что ничего хорошего там с ней не будете, кроме бабочек там поучиться даже нечему, и это временная хрень, вот, поэтому эти бабочки проживайте внутри себя, как влюбленность к себе, фиксируйте, что вы себя любите, нифига я с вами уже целый час чем-то, 30 человек еще со мной, офигеть, блин, сейчас дочитаю ваши вопросы, бодипозитив вышел из чата, а, это я когда про полных, я бегаю по 10 километров, вижу результат, видя себя в зеркало, хочется бегать еще больше, Нелли благодарю, зачем еще больше, разнообразие свой бег, плавай еще, или там велик возьми, хватит только усиливать что-то одно, давай развивайся в разные стороны, разнообразие нам нужно, Нелли, вы сейчас прекрасно выглядите, спасибо большое, у меня есть сестра родная Нелли, вы очень похожи, Руха, я помню, ты говорила, я критик, даже только взглядом, критика это хорошо, критика это находить, недостатки, то есть, недостающие пазлы, которые нам лично не хватает, использовать для себя, для своего мира, и для людей на пользу, поэтому критика это хорошо, не обязательно ее озвучивать, покритиковали, так, а это вам не есть, как это вытащить, то есть, все недостатки, которые мы критикуем в себе и в людях, это то, что нам не достает, озвучить, увидеть, увидеть в этом образ, чувство, да, и использовать его в каких-то разных моментах, потому что, ну, нет ничего плохого, плохо, это то, что мы неправильно используем молоток, могли бы гвозди забить, а мы им рушим что-то, то есть, он не плохой, не хороший, также, и все эти недостатки, они неплохие, нехорошие, это просто какое-то чувство, которое неправильно используется, но чтобы понять, что это неправильно используется, да, используется нами, или вообще не используется, нам в зеркале человек отразит это, и тоже неправильно использует, и поэтому нас это будет раздражать, раздражение это хорошо, потому что нас это раздражает, то есть, мы пытаемся обратить на это внимание, это зачем-то нам нужно, от раздражения, в позитив тоже уходить не надо, критика, раздражение, гнев. Всё должно быть в вашей жизни. Все чувства должны применяться, все на благо идут, все по кайфу. Токсичные мысли просто не надо себя обесценивать и убивать для того, чтобы всё время находиться в жертвенной позиции. А чувства использовать можно. Ой, так. Нелли, о чём можно думать, чтобы стать миллионером? О себе, да? Как прожить с кайфом этот день, с наслаждением? Что я могу здесь, сейчас уже для себя сделать? Как думают миллионеры? Они не думают о завтрашнем дне. Они спокойно проживают сегодняшний. Так вот, проживай сегодняшний день как миллионер. О чём думают миллионеры, когда хватает денег? Что я могу себе всё позволить, поэтому это мне нахрен не нужно. Я, в принципе, могу это позволить. Зачем мне это? Зачем мне одновременно сейчас самолёт, яхта, машина, дом, квартира, путешествия? Это я не могу находиться одновременно везде. Я просто хочу на диване телек посмотреть. Я и так миллионер, что мне хотеть? Вот. И ты же с таким же чувством проживай. То есть тебе нужно прожить вот это состояние небедности, да, богатства. Ты богат на мысли, на действия, богат на свои желания, богат радостью, благодарностью, здоровьем, там, я не знаю, руки-ноги есть. Ты богат окружением, друзьями, родственниками. Ну, ты на самом деле не бедный ни хрена. У тебя очень много что есть. Кстати, многие богаты тоже считают себя нищими. Потому что они вечно с чем-то себя сравнивают. Вот. Но, опять же, вернусь к энергии жизненной. Богатые не так хорошо заканчивают. Род свой заканчивают. Детей нету, там, я не знаю, болезни какие-то, рак, как-то, нет. Вот. И они несчастливые. Не надо гнаться за деньгами, да. Вы должны гнаться за тем, чтобы быть счастливым. А вот счастье, оно уже прилагает все блага вокруг вас. Потому что блага – это всего лишь следствие, ощущение чувства счастья, которое вы испытываете ни почему, да, не опираясь на какие-то костыли. Я получаю радость, когда сам с собой, когда никто не мешает. Тогда приходят идеи, мысли, начинают творить. Ну, как тогда проявляться мыслью? Ты вот сейчас врёшь сам себе. Появляются мысли, и начинают творить. Творить – это как творить? Мы творим в мир, мы творим для людей. Если ты будешь что-то сотворять, и это никому не нужно, это можно назвать вообще творчеством? Или это убийство времени? То есть, да, ты один творишь, там, прибор какой-то изобретаешь, там, я книгу пишу, мне нужно уединение. Но потом её надо в мир нести. То есть, сотворил сам с собой, вышел в мир, сотворил сам с собой что-то, вышел в мир. Естественно, нам нужно сосредоточиться, естественно, нам нужно уединение, чтобы что-то сотворить, начать сотворять, да, и потом это проявлять. То есть, чередуй. Ну, а что ещё с этим делать? Так, меня стошнило бы только от запаха. Можно маску одеть, когда вы убираете что-то не очень приятное? А как тогда заниматься сексом, если хочешь другого? Не заниматься чисто для механики, да, а заниматься для удовольствия, воспринимать секс, не как получить удовольствие, вот такое вот удовольствие, окончание удовольствия и процесса, а получить состояние о том, что вы соединяетесь душами с другим человеком, что вы общаетесь телепатически чувствами и познаёте друг друга, да, а не воспринимать это как... То есть, если это воспринимать как просто механическая кайфушка какая-то, да, это потеря энергии. Если вы это занимаетесь любимым человеком, то это получение энергии. Тут просто разница есть. Так. Про критику поняла. Благодарю. Благодарю. Так всё круто, легко и гениально. Ребят, час с вами. У меня ещё телефон сел, я, конечно, поставила его на зарядку, но у меня он начинает нагреваться, телефон. Кстати, айфон у всех так? Или только у меня, блин? Нагревается, представьте, на зарядку ставлю, уже не знаю, какая зарядка оригинальная, да даже просто без зарядки, он просто нагревается и выключается всё время. Я практически всё лето свой телефон продержала в морозилке. То есть, я его достаю на полчаса и обратно в морозилку, потому что просто перегрев. Я даже не знаю. Мне кажется, в Apple что-то сделали после обновления для того, чтобы можно было выкинуть этот кирпич и купить пятнадцатый. Или это только у меня такая проблема? Я не понимаю. Так. У меня, в принципе, вопросов про секс с девушкой, а это и есть эмоции. Как заниматься сексом на девушке, когда хочешь другую? Блин, с другой заниматься, с которой хочешь. Зачем заниматься с той, с которой не хочешь? Я, может быть, вопрос не поняла. Никогда не делайте то, что не приносит вам энергию. Никогда не делайте то, что вам не нравится. Никогда не заставляйте себя делать себе что-то во вред. Но надо всегда себя заставлять, если это принесет пользу. Какая польза будет, если вы будете без хотения заниматься с девушкой, которой вы не хотите? Есть там польза или нет? Если пользы нет, не надо. Все, до свидос. Если польза есть, найдите. То, может быть, и нормально. Либо перефразируйте вопрос, потому что очень сложно мне воспринять сейчас это. Как заниматься сексом с девушкой? Я так понимаю, мне девушка пишет, да? Как с ней заниматься, если хочешь другую. Боже мой. А можно втроем, кстати? Ну, даже не шучу. Главное, чтобы это была польза. Созидание. Если это что-то приносит в мир. Какое-то созидание. Может ли это принести созидание в мир? Я не знаю. Например, секс между любящими людьми созидают ребенка. Вы даете новую жизнь в мир. А вот девушка с девушкой, я не знаю, что они созидают. Мне сложно придумать. Значит, это просто пока слив энергии, если пользы нет. Все, я хотела уходить. Ухожу. Спасибо, что вы были со мной. Я сегодня воодушевилась с вами. Мне очень понравился этот эфир. Мне очень понравилось быть с вами. Я прям кайфанула. Я зарядилась. Наконец-то я начинаю проявляться. И прям сегодня был эфир классный. Вот прям вопросы залетели. Супер. Мне очень все понравилось. Я попробую. Не обещаю. Обещание это вообще самое последнее, что можно делать. Но попробую завтра выйти в эфир. Послезавтра хочу наладить связь с миром. А то я прям зарылась. Я очень люблю одиночество. Очень. Мне просто нравится вообще закрыться в лесу, в палатке на месяц. И чтобы меня никто не видел без интернета, без ничего. Но я понимаю, что как только я закрываюсь от мира, мне хорошо, мне классно, я люблю свой комфорт, лень вот это вот вообще не вставать с кровати, включить фильмы там или что-то писать. Я понимаю, что у меня начинается рушиться все. Финансы, ломается пылесос, утюг, компьютер, телефон, друзья, кто-то умирает, кто-то болеет, какие-то болячки выскакивают. Все. И то есть мир начинает сигналить. Хватит жить в коконе. Кокон очень люблю, это прям моё. Но нужно прилагать силы, прям заставлять себя, да, идти общаться в мир. Потому что энергию это мне созидает. И я так думаю, что я не одна такая. И что нам всем нужно это проявление, как минимум. Ну, у всех в разной форме. Я, например, человек, который ведаю разной инфой, которая просто залетает ко мне, не знаю, круглосуточно, просто потоком большим на любой вопрос, да, я её могу структурировать. Ну, естественно, вы подкидываете свои жизненные там ситуации, вопросы, там, что-то разбираю с людьми иногда, что-то читаю, там, смотрю новости, тоже редко, но смотрю. и анализируя это всё, я могу структурировать и выдать эту инфу, да, и это моё, то есть моё проявление. Кто-то созидает, там, врач, там, зубки делает, тут ещё что-то. Ну, нам в любом случае нужен социум. Вот, благодарю за проявление себя, тоже актуально, ты нам нужна, спасибо, спасибо. В общем, я сегодня счастлив, просто счастлив, не знаю, где-то классно, сейчас с таким умиротворением, что ли, прям таким, вау, пойду спать. Вы уникальны, у вас такие таланты, огромный масштаб, вам бы и крокус собрать, может, мне кажется, но у вас синдром самозванца. Да, я всё время прибедняюсь, хотя знаю свою ценность, и мне каждый раз, каждый раз кажется, что никому ничего не надо. Но, у меня есть очень хреновые черта, с которыми я всё время работаю, это навязывание своей точки зрения, вот этой силой, да жри ты нормальную еду, что ты себя травишь, ну, ты ко мне пришёл, там, вчера здоровая, сегодня у тебя онкология, потому что ты жрёшь всякую херню, ешь нормальный, да я вот пытаюсь насильно впихнуть, знаете, вот просто взять в рот, затолкать и продавить там палкой, чтобы пролезло. Вот, а мне надо это как-то делать ненавязчиво, не лезть никуда со своим уставом, а ждать только, когда меня попросят. и вот давать миру, да, когда он от меня просит, когда ему это надо, и когда я вижу, дай, 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 я должна это давать, то есть не отказывать. А я наоборот, у меня просит, я, дай сам разберёшься, иди там, вот книжку мою почитай, и всё, там всё написано. А без спроса тому, кому нафиг не нужно, у него хвост недавно отвалился, он ещё не дорос до уровня, да, чтобы хоть что-то понять, что он там ест, или почему у него болезнь, ему вообще пофигу, он пьёт, курит, идёт там, танцует, и у него одна раза в жизни обмануть кого-то, там, заработать деньги, а мне же надо его жизни научить, блин. И я теряю на этом энергии, то есть, потому что я вижу, что это, там, знакомый, близкий друг какой-нибудь, да, и мне надо насильно в него что-то впихать. Я вижу это сопротивление, у меня опускаются руки, и я такая, блин, я никому не нужна, всё. И я не замечаю других, кто требует от меня эту инфу. То есть, вот у меня такая дурацкая черта, мой фокус внимания всегда на тех, кто не хочет меня слушать, и я такая, блин, я никому не нужна. Вот синдром самозванца так проявляется. В то же время я понимаю, пипец, какая ценность и какая инфа у меня есть, да, которую я могу поделиться и помочь. Я думаю, знаете что, я в прошлый, ой, в прошлый, в следующий эфир выйду, открою книжку свою, которую я написала, блин, как же она называется, сейчас книжки открою. хочу последнюю главу с результатами почитать. Вот надо поражать. Если бы не это, то ты точно был бы счастлив, работа с мышлением. Там есть в главах, короче, как мы работали с людьми, там, что делали и что происходило. Вот там истории, я 10 штук, наверное, написала, там 11 или 13, уже не помню, посмотреть. Там такие крутые истории, ну, просто реально на примерах очень интересно вдохновлять. Вот, может кто-то вдохновиться, бросит пить, курить, или болеть онкологией, или перестанет хотеть болеть сахарным диабетом, потому что все болезни, да, и все пагубные привычки, и все наши действия в этом мире, только потому, что у нас такое желание, желание болеть и получить опыт от этого сахарного диабета. Но ум-то нас не понимает, но мы-то это не ум, и он нам борись с онкологией, борись там с сахарным диабетом, борись там с алкоголизмом или наркоманией, борись, и это неизлечимо, но ты борись, это неисправит, но ты борись. Вот, и ум никогда не разрешает нам понять, что мы это создали по своему желанию, нам это надо, нам это выгодно, мы этого хотели, мы специально заболели, мы специально стали наркоманами, мы сами захотели, чтобы ребенок умер, мы сами захотели, чтобы у нас миллионы долгов было, потому что нам это надо. И вот если вы разбираетесь, зачем нам это надо, желание у души другое появляется, блин, может уже и не надо, я уже опыт получил, я уже понимаю, что делать, как думать, как действовать, и это все приходит, и мне это хочется навязать всем, навязать этим наркоманам, им нахрен не надо, они же и создали эту наркоманию для себя, они же создали эти болезни для себя специально, свой опыт пройти. Я же им этот свой опыт-то им не впихну. А вот когда у них просыпается уже желание, когда они уже дошли до ямы, до ручки, вот тогда и сами просят, тогда да, я могу уже объяснять. У меня, кстати, в натальной карте, про которую вначале говорила, то же самое написано. Я ухожу в депрессию, и я не хочу никому ничего рассказывать, потому что это мой фокус внимания только на тех, кому ещё нафиг не надо излечиться. Ну, например, приходят люди и говорят, Нелли, у меня сахарный диабет. Я понимаю, почему он у них возник, да, причинно-следственные связи, там и еда, и поведение, и мышление, и действия, и вообще нелюбовь жёсткая и к себе, и к людям, и эгоизм полный. Когда начинаешь чуть-чуть объяснять в каком-то направлении, можно поработать через разные направления, одно сделать главным направлением, например, через еду зайти, и потихонечку там ещё мышление поменять, либо через мышление зайти, и потихонечку ещё и еда поменяется, которая на физике вызывает, да, там, например, онкологию или диабет. А этот человек не хочет меняться, ему нафиг это ничего не нужно, он тысячу раз мне скажет то, что я это всё проходил, это не лечится, что ты меня там паришь, там, тра-та-та-та-та-та-та, я вот впихиваю в него. Вот поэтому синдром самозванца там, блин, и включается, конечно. Как? Как? Блин, я себе задаю вопрос, и вам тоже. Как научиться не лезть никому не со своим делом, блин? Как не лезть к людям вообще? Пытаться насильно им помочь, выдернуть их из жопы? Вот как это сделать? Я вот не могу мимо пройти. Бомж валяется, да, мне обязательно к нему нужно подойти. Обязательно спросить, не надо ли ему водички. Просто вот дать ему водичку, денюжек, я мимо вообще не прохожу никогда. Даже если он зарабатывает, даже если ноги там специально отрубили, есть такие, да, куча попрошаек, чтобы заработать, я всё равно дам, потому что я хочу. Он меня просил вообще вызвать там ему скорую, ему нафиг это не нужно. Он меня просил там хлеба ему купить. Нет, ему там водки нужны или ещё что-нибудь там. Либо деньгами. Нет, я хочу навязать ему, как ему полезно, понимаете? Пророщенную там траву какую-то ему принести, полезного питания. А ему нафиг не нужно, да, ему там водки закусон. А я нет, тебе нужно правильно питаться. Как с этим бороться? Я не знаю. Я уже не сужу людей. Не пила алкоголь 5 лет, осуждала людей. Полгода назад умерла мама, пью алкоголь. Я не то, что осуждаю людей, да, я пытаюсь насильно им помочь. И в ответ всегда получаю то, что я больная, иди лечись, что хотим, то и делаем. Заебали вы все зожники, замучили вы все с правильным там питанием, с правильным мышлением, идите нахрен, жрите траву травоядную, обзывают. Сейчас в нашем обществе принято считать, если ты любишь себя, заботишься о своем теле, заботишься там о своей жизни, о своих мыслях. Ну, то есть живешь по чесноку так, чтобы прожить эту жизнь кайфно, ярко, но не через алкоголь там, не через заедание едой своих проблем или аккумулирование искусственной радости через это все, да. Всем пофиг на свою жизнь. Так зачем я их пытаюсь вытянуть? Вот почаще надо с вами разговаривать, я и задумаюсь, и, может, перестану вытягивать. Мне просто надо обращать на себя внимание почаще. Они не хотят этого делать. Поэтому, если они болеют, я рада, что они болеют. Они проходят свой опыт и потом будут понимать в следующей жизни, что не надо было так делать. Ну, они рано или поздно-то это поймут, когда в муках будут помирать от какой-то своей херни там, или когда у них там дети онкологией заболеют. Ну, например, мамочки мне все время отвечают. Я кормлю своего ребенка говном и буду кормить. Мне нравится, он кроме наггинсов и картошкой фри ничего не хочет есть. Чего я его заставлять буду? Блять, мать, ты кто вообще? Левая, что ли, соседка? Ну, а кто, кроме тебя, его переучит на нормальную еду? Ну, потому что, понятно, сама ешь херню всякую. Но потом, когда у тебя онкология будет, или у твоего ребенка, или какие-то другие заболевания, ты же первая побежишь к врачам, помогите. Первая, там, отрежьте что-нибудь, там, влейте в меня тонну лекарств или в ребенка моего. Сама же потом деньги будешь собирать на эти операции. То есть я заранее предвижу, да, что будет с этими людьми, что они будут там мучиться. Кто-то в старости, кто-то до старости и не доживет, кто-то уже в молодом возрасте будет мучиться на лекарства. Да сейчас уже, не знаю, с детства уже люди пачками лекарства пьют, эти всякие добавки. Это я вот просто одну тему смотрю сейчас с едой. То же самое я докапываюсь до людей с их токсичным мышлением. То же самое докапываюсь до всех. Я просто хочу всем помочь, да, а они скотины, не хотят помогаться себе. Вот, и я виновата. Короче, просто надо отстать от всех. И пускай каждый проживает свою жизнь. Это вот самый мой главный урок в этой жизни, который я должна вынести. Перестать помогать. Мне есть чем помочь, да, я могу это сделать. Ну, просто я пытаюсь помочь всем, кому это нафиг не нужно. Вот, даже на консультацию, когда приходят, платят большие деньги, я понимаю, что им нафиг это не нужно. Они говорят, реши за меня, я тебе деньги плачу. Я это вообще решать не буду. Я говорю, тебе образ жизни надо поменять. Ну, там, либо в мышлении, либо в еде. Ну, вообще, жизнь свою поменять. Там, работу сменить, там, внешность. Там, выкинуть свои старые трусы дырявые, там, купить новые. Ну, полюбить себя хоть как-нибудь, там, я не знаю, мыться почаще. Ну, что угодно, блин, ну, поменять надо что-то. Нет, вот ты поменяй, там, пошамань, и, как бы, вот, у меня все должно решиться. Ну, то есть, люди вот до абсурдности доходят, да, что, ну, я сам ничего не хочу делать. Можно даже таким помочь, можно поменять. Да, но они обратно скатятся в эту же жопу, только она еще будет хуже, потому что ты первый раз урока не прошел, тебя вывели оттуда за ручку. Второй раз ты скатишься еще больше. Усугубляться будет вот эта вот херня. Поэтому вот я себе сегодня записульку сделаю, а завтра куплю ватман и напишу, короче, помогать только тем, кто в этом реально нуждается. Многие завуалированно говорят, что я в этом нуждаюсь. Вот приходят на консультацию, помоги. Но на самом деле им это не надо вообще. Куча сразу отмазывает. Я говорю, ну, вот, например, сегодня. Ай, у меня там большой живот, хоть я худая, там запоры бесконечные. Что они там геморрой, болячки вообще не из приятных. Эта тема легко работает через мышление, через подсознание, и сознание, и на уровне ума сначала прорабатывается, да. И питание, естественно. Подключается комбо, и эта проблема решаема, да, без таблеток, без врачей. К чему это? А, я говорю, так, ну, сегодняшнего дня давай убираем синтетические какие-то концентраты. Ешь всё, там, варёнку, мясо, что угодно. Но перестань есть, например, сегодня хлеб. Вот всё, никаких дрожжей в твоей жизни не должны быть, присутствовать. Потому что они придуманы, ну, не для блага человечества явно. Это биологическое оружие просто против нас. Никакого хлеба вот сегодняшнего дня. Давай начнём с этого. И давай почистим там самого лёгкого, да, там, квартиру твою почистим, уберёмся, выкинем мусор. Потому что до подсознания очень тяжело долезть. Это надо рядом с собой человека садить, да, и через гипноз с ним работать, чтобы долезть. Чтобы он сам смог легко через ум до этого дойти, да, мы действиями что-то начинаем делать. Сначала расчистка территории, а потом уже там расчистка мозгов. Потому что там геморрой тот же. Это цепляние за старое, за прошлое, за вещи, которые не нужны, за людей, которые не нужны, за мысли, которые не нужны, за работу, которая не нужна, за что угодно. Мы цепляемся и держим в себе, поэтому у нас там запор. Мы не можем очиститься. Поэтому начинаем с чистки банально хотя бы там, не знаю, соцсетей своих, там, контактов ненужных, фотографий ненужных. Потом переходим к дому, больше и больше добираемся до мозга. Вот, и начала с человека, вот девушка, которая сегодня пришла поработать с геморрой, говорю, убираем сегодня хлеб. Знаете, что она мне сказала? Да не буду я это делать, я как ела всё, так и буду есть. Я говорю, ну это же причина проблем с кишечником. Хлеб, картошка, рис, там, варёные каши мёртвые, да, нам нужно сначала с твоим кишечником разобраться, да. Потому что первый мозг в нашем теле – это кишечник. Через геморальную систему все грибы, паразиты и так далее нами управляют. И мысли практически там 100% не наши, да, эта проблема сначала через кишечник должна решаться. Давай начнём, самое простое. Можно, конечно, через подсознание, но твои паразиты в теле, в твоём, грибы эти все, они просто не дадут тебе. Ты просто будешь заедать свои проблемы и нихрена их не решать. Давай начнём. Нет, я не буду, я не собираюсь чистить кишечник. Я говорю, ну врачи же тебе тоже самое говорят, пропить, почистить кишечник, ну если у тебя запоры, там, лекарства, травы. Я это типа не буду, давай через мозг и всё. Ну то есть как бы она ещё условия свои ставит, то есть она не хочет работать со своими проблемами. Я сказала так, вот деньги и пошла к врачам. Я молодец, что не стала её сегодня мучить. Вот, хотя я могла и надавить, там, и мы бы решили эту проблему. Я бы заработала, да, она бы решила свою проблему. Но я теряю энергию на эту херню, продавливая людей, да, заставляя их насильным способом что-то там с собой решать. Всё, блин, полтора часа с вами я пошла, потому что каждый вопрос, вот то, что вы пишете, всё, мне хочется отвечать, отвечать, отвечать. Никак, Нелли, не справится тебе с этим. Ты рождена для этого помочь людям, и это действенно, поверь. Сама такая умочка уважается у него. Согласна, действенно. Вопрос в том, кому нужно помогать, да, тем, кто хочет, и те, кто категорически считает тебя испанутым человеком, да, а я пытаюсь им навязать свою правду. Но они до этой правды ещё не дошли. У них вот есть своё узкое мировоззрение, у меня своё узкое мировоззрение, у них своё, да, и мы все в свою подзорную трубу смотрим. Вот, они у нас не совпадают, цели, вот, но если цели совпадают, там, решить вопрос со здоровьем, и человек хочет, да, можно ему помочь. А люди, которые болеют, жалуются, например, на свой сахарный диабет, или онкологию, или, там, на плохое зрение, или, там, зубы крошатся, или ещё что-то, жалуются, но решать не хотят, чтобы это решилось, вот, ну, по взмаху палочки-то они хотят, конечно, да, вот утром проснуться, чтобы у них этого не было, вот, но решать, именно действовать, что-то делать, они не хотят, им, то есть это нафиг не нужно. Значит, у них ещё желание души поболеть, походить с этим опытом и понять, для чего они вообще это делают. А я лезу, я отбираю у этих людей опыт, я отбираю у этих людей то, что им нужно пройти через, там, ад, огонь, медные трубы, через всё, да, я вот пытаюсь у них отобрать вот эти осознания, которым они ещё должны какой-то путь проделать, да, чтобы дойти до них. Так, интересно, не могу оторваться от вас, блин, без 20 час ночи. Интересно, у меня в квартире и только в одной порядок, который находится в маленьком городке, где я люблю находиться, доделывать, получается только где любовь, получается только где любовь, имя, порядок, как сложно. Я тоже так пишу через Т9 на инопланетянском, блин, мне так сложно понять, я так понимаю вас, потому что теперь я не понимаю, у меня в квартире, в третьей квартире и только в одной порядок, которая находится в маленьком городе, где я люблю находиться, что-то доделывать, да. Получается, только где любовь, там и порядок. Как сложно. Получается, только где любовь, там порядок. А, всё, да, да. Вообще, любовь – это не чувство окрылённости кому-то. Любовь – это просто наш фокус внимания, через который мы творим, созидаем этот мир, эту материю из-за антиматерии, переводя желания из-за антиматерии, своими действиями, какими-то переменами в материю и видя результат. И вот любовь – это просто наш канал фокуса внимания, канал, к которому мы просто собираем вот эту материальную действительность. И если вы не любите что-то, и вы на этом фокусируетесь, значит, это тоже любовь. Вы, значит, это любите. Просто вы к этому не так относитесь, не понимаете. Нелюбовь – это значит, вы не понимаете любовь. Многие разделяют любовь и нелюбовь, да. На самом деле и там, и там любовь, потому что и там, и там фокус внимания. Вы слишком много на нелюбви фокусируетесь, чем на любви, да. И это вы больше ещё любите. Вот. Куда внимание – это и есть любовь. Другой вопрос. То, что ум говорит, что это нелюбовь, по-настоящему вы просто это не понимаете. Он просто фокусирует ваше внимание на вещах, которые вам нужно понять. То есть нелюбовь, тьма, негатив – это вот как непроявленная плёночка. Вы её рассмотрели, проявили, увидели, и она появилась в фотографию. То есть негатив появился в позитив. То есть нелюбовь появилась в любовь. То есть чёрная появилась в белое. Негатив появилась в изображение. То есть из непонятного переводим в понятное. То есть всё, что вы не любите, переводите в понятное, чтобы понять, что это такое, как это использовать. Вам это становится понятным, и вы этим самым это непонятное сделали понятным и полюбили, можно сказать, дали любви, сотворили, создали. Мы вообще этот мир творим, переводя из непонятного в понятное. И мы создаём буквально все наши желания из непонятного в понятное. Для этого надо просто рассмотреть наше желание. Для чего оно? Почему нам это не нравится? Почему этот недостаток так плох? А чем этот недостаток хорош? А для чего нам нужен этот недостаток? А что с ним делать? Как его на пользу использовать? И этот недостаток превращается в достаток, потому что вы из негатива перевели его в фотографию, то есть в понятный образ. То есть всё, что мы считаем нелюбовью. Я сложно сейчас объясняю, потому что у меня мысли прям вот так ходуном. Хочется всё сказать, всё туда приплести, чтобы было понятно, блин, все пазлы собрать. Но это так не получится. Блин, придётся вот по чуть-чуть. Чтобы полюбить себя, помните, вернёмся, час назад объясняла, нам нужно собрать пазлы из всего, что нам не нравится в себе и в людях. Полюбить их. То есть всё, что мы не любим, полюбить. То есть перевести из непонятного в понятное. То есть нелюбовь – это просто непонятное, что с этим делать и что это такое. Это для нас что-то неочевидное, что-то неясное, что-то негативное, что-то плохое. Потому что мы об этом не знаем. Но как только вы плохое, нелюбовь, чёрное, негативное, узнаёте, понимаете, для чего это в жизни дано, то это сразу становится любовью. То это сразу становится ресурсом. То это сразу становится энергией. То есть это сразу вашими мыслями материализуется во что угодно. В деньги, в материальное, в любовь с молодым человеком, в дом, в машину, во все тяжкие, что хотите. Материализовывается энергия. То есть из нелюбви в любовь. То есть когда вы начнёте переводить всё то, что вам не нравится, в любовь, это и будет проявление и созидание этого мира. Это и будет из конца учебника. Это и будет то место, где вы генерируете энергию. Это будет то место, где вы вашу мечту проявляете в материю. То есть вот эта точка, когда вы что-то нелюбимое долюбили, понимая, зачем это нужно, для чего это существо ко мне пришло и пыталась меня убить, когда вы понимаете вот этот негатив и очень-очень-очень плохое чёрное, что в этом хорошего, и почему, и для чего, и как использовать, и вы начинаете это использовать после принятия понимания, да, начинаете использовать, то автоматически вот это плохое образует минус энергии, образует огромное количество энергии, которое тут же любыми вашими мыслями материализует желание, о котором вы вот только подумали. Каждый день хотя бы начните переводить, что транслируют вам люди. Например, сегодня человек нахамил. Вот хамство, оно есть в вас. Как его использовать по-хорошему? Почему хамство и похвала — это одно и то же? Найдите целое, найдите применение. Что это за чувство такое? Как это с пользой использовать? Да, начните использовать. В каких моментах это использовать? Вообще, что это такое? Что это за чувство? Оно ни хорошее, ни плохое. Мы просто его отрицаем, поэтому для нас это плохое. Всё, что мы отрицаем, это плохо. Та же самая любовь, только неоценённая. Та же самая любовь, недолюбленная. Та же самая любовь, неопознанная. И любовь — это и есть энергия. Любовь — это то, что сотворяет всё, что вы хотите вокруг себя, и то, что вы себя видите. И вот вы уже сотворили столько всего этой нелюбви. Вернее, вы любви сотворили, но считаете её нелюбовью. Потому что вы не понимаете, что вы творите. Вы не понимаете, что вы делаете. Вы не понимаете, зачем вы это делаете. Хамство и похвала одно и то же. Да, все противоположности, все дуальности, как стороны одной медали, Орёл и Решка — это всё одна целая медаль. И это одно и то же. Все дуальности делит наш ум на плохое и хорошее. Но оно ни плохое, ни хорошее, оно целое. Жадность — это щедрость. И это дует тоже. У меня есть курс очень дешёвый. Блин, раньше он 2 тысячи евро у меня стоил. Или 2 с половиной. Сейчас я не помню, сколько. 7 или 10 тысяч рублей или 15. Блин, такая цена, потому что курсов много, я не помню. Ну, максимально даже 15 тысяч рублей и 2 тысячи евро. Я цену снизила. Мы там тысячу талантов, то есть тысячу ресурсов нелюбви переводим в любовь. Мы там, я тысячу расписала, а вы ещё сверху пару тысяч накиньте. Где всё, что нам непонятно и неопознано, мы превращаем в ресурсы, в энергию. Как это использовать разбираем. Почему это недолюблено, как это долюбить, как это доделать. Курс мне называется. Или «Тысяча талантов». Я вот прям всем советую записаться и пройти. Не пожалейте эти 15 тысяч рублей. Если действительно вам это нужно, действительно вам нужно собрать кучу энергии, научиться переводить нелюбовь в любовь, плохое в хорошее, ресурсы незамечаемые в ресурсы, которые можно использовать, и они вам приносят благо, то welcome на курс. Потому что я там просто так всё разжевала, и все, кто его проходил, очень классные результаты имеют. Ну, в основном туда пошли ребята с бизнесами какими-то, с классной работой, и они пошли по фану, и потом офигели просто. Вот. Если у вас прям совсем всё плохо, то вам точно туда надо идти, а не по фану. Блин, это была минутка рекламы неосознанной. Сами напросились. Так. Как можно любить то, что неприятно? Заставить себя? Не заставить. Вам неприятно, потому что непонятно. Непонятно, потому что вы это не понимаете, что это, для чего это, как это использовать. Поэтому вы нарекаете это плохим. Страх и любовь-то, да, вот противоположные концы. Нет. Любовь и нелюбовь. Любовь и ненависть. Это всё противоположное. Страх и бесстрашие противоположное. Страх и бесстрашие. Любовь и нелюбовь. Любовь и ненависть. Вообще у медали даже не две стороны. Левая, правая, да. У них ещё есть... Как это называется? Сбок сторона, ребро. Вот. Так что у нас оттенков серого там очень много. У дуальности есть ещё синонимы. Их очень много. Которые мы тоже можем в целое собрать. Вот. Курс мне. Вот советую. Подробно почитать, узнать, там, расспросить менеджера, там, что угодно. Получить любую инфу в шапке профиля. У меня там все курсы, там все книги. Там по любой кнопочке заходите в чат-бот. Там везде описание, менюшки и так далее. Есть менеджер там, который всегда ответит. Ну, кроме ночи, конечно. Ночью она спит. А я там не сижу в боте, не могу отвечать, потому что это надо с компа выходить. Комп не при мне пока. Вот. Хамство и похвала. Одну и то же. Да, почему нет? Нахамил. Ты такой дурак, раскритиковал. Хамство, критика на одну сторону медали, похвала на другую сторону медали. Я от вас не уйду. Не хочу уходить. То, что мы любим, там и порядок. Да, не любовь, это еще и хаос, который надо привести в некий порядок. Вообще, и хаос, и порядок, это тоже одно и то же. Просто надо с другой стороны на хаос посмотреть, чтобы видеть в нем порядок. А в каждом порядке есть хаос, который тоже надо научиться видеть. Вообще, очень классно видеть мир цельным, гармоничным, когда вы не будете делить на шаблоны плохо-хорошо. Вот даже от одного этого шаблона плохо-хорошо, если вы избавитесь, рассоздадите его и будете понимать, что хорошо это хорошо и плохо, а плохо это и хорошо, и плохо тоже. И то, и то. Все зависит от того, как это применяете. Если вы на пользу плохо применяете, что-то плохое на пользу, да, то этого блага и вам, и миру, и энергию созидаете, и любовь дарите, и генерируете эту любовь, и излучаете эту любовь. Когда вы понимаете, как применить что-то плохое. И оно уже автоматически перестаёт быть плохим. Но чтобы это плохое применить, вам надо понять, что это такое, что это за чувство, что это за ресурс, для чего он нужен. Потому что в этом мире не существует ничего без причины. В этом мире нет то, что было бы нам в минус, и в смерть, и в ненужное. Нет ничего в этом мире. Всё для чего-то нужно. Только мы сами, люди, своими собственными руками убиваем это всё. В нас там прекрасно убиваем любовь, разрушаем и используем всё нужное как ненужное. Всё классное как не классное. Всё хорошее используем как плохое. Ну, то есть в себе в минус и людям в разрушение. Разрушение — это тоже хорошо. Разрушить старые устои какие-то, разрушить старые свои шаблоны, разрушить там старую токсичную жизнь и пойти в новую. То есть даже разрушение — это тоже хорошо, если мы правильно применяем. Всё, теперь на этой ноте я точно пошла. Просто валятся вопросы, я не хочу уходить. Что вы имеете в виду, если человек нахамил, он просто не смог выразить свои позитивные чувства правильным образом? Я имею в виду то, что вы хамка, и вы хамство, как и этот человек, не умеете применять. Вы не понимаете слово хамство, расшифруйте его, почему хамство и похвала это одно и то же. Что это за чувство такое, как его использовать, в чём здесь польза, где его применять? Потому что хамство... Вот давайте я про молоток приводила пример, да приведу ещё глубже. Молоток, что такое молоток? Вы начнёте мне сейчас накидывать варианты, объясняя, что такое молоток. Это инструмент, предмет, предмет, да, инструмент. Начнёте с этого. Второе. Этот инструмент, которым можно забить гвозди, этот инструмент, который можно использовать как пресс, это инструмент, который можно использовать, забить другое что-то. То есть вы начинаете это слово определять не по его сути, истинному предназначению, а по степени применения, которому вы научились или которому вам показали. Вам с детства учили и показывали на картинках молоток и гвозди, что ими прибивают гвозди для того, чтобы можно там повесить шкаф, что-то прибить, вот, там, табуретку сколотить. Помните, в детской картинке колотили табуретки. Вот ассоциация такая. То есть для вас молоток ассоциируется как инструмент, который применяется, чтобы что-то сделать. Но на самом деле суть молотка – это усилитель силы. Понимаете? Вы должны понимать разницу между способом применения, а вы способу применения половину вещам знаете хороший, а половину вещам негативный. И вот половину вещей, которые вы знаете, способ негативный, который вам показали, вы считаете это плохим. Вам нужно найти другой способ применения. Но для этого вам нужно понять суть. И вам нужно понять, что такое чувство хамства. Через чувство залезть. Потому что каждое слово – это чувство. И суть у него отличается от способа применения. Когда вы понимаете суть, вы можете найти способ применения. И тысячи способов применения найти. И во благо, и не в очень. И в супер, и в что-то классное сделать из этого. Это вот в общих чертах. Надеюсь, понятно. На курсе мне как раз мы тренируемся, потому что вот я сейчас объяснила найти суть. Вот жадность, да. Жадность у вас ассоциируется. Я уже приводила этот пример ещё раз. С чем-то плохим. Потому что вы знаете, что люди, которые не умеют оперировать жадностью, не понимают сути этого чувства. Они думают, что жадность – это когда ты жадничаешь деньги, жадничаешь конфету, жадничаешь и что-то не даёшь. Но жадность – это чувство, жадность дознаний. Суть жадности – это никому-то что-то не додать. Это просто его способ применения, которому вы научились, вас так научили. Но чувство жадности – это возжелать что-то жадно много, жить жадно, глотая воздух, жадно пить воду, жадно упиваться этой радостью, жадно любить, жадно сочувствовать. То есть чувствуете оттенок жадности уже совершенно другой. И уже слово «жадность» у вас перестаёт быть плохим. Если вы видите жадных людей, это просто намёк, который неправильно использует жадность как скупость. Это просто намёк, что вы не пользуетесь жадностью. То есть вы живёте очень скупо. Это вам просто… Человек приходит извне и показывает о том, что вы скупой на свои чувства и скупой на свои эмоции. Любой жадный человек, который пожалел вам дать денег, просто показывает, что вы скупой на эмоции. Цепочка приводит. Я просто понимаю, как читать знаки вовне, когда нам приходят и что-то говорят, показывают. Птица пролетела, я понимаю, для чего мне это нужно. Считывать инфу – это, конечно, долгий процесс, но можно этому научиться, начиная разбирать по чуть-чуть каждый шаблон, что это неплохо. Не любовь – это тоже любовь. Просто не умеете её использовать. Хамство – это не похвала, а способ воспитания. Возможно. Но здесь ещё надо покопаться над хамством. Хамство я разбирала тоже в этом курсе. Если интересно, приходите. Я просто сейчас уже всё, не готова разбирать больше ничего. Всех обнимаю, целую. Я прям очень рада была сегодня поделиться этой инфой. Я наконец-то почувствовала прям облегчение, кайф. Как вот после ванны, после души, как будто я отмылась от чего-то. Была такая, знаете, зажатая. Вот сейчас мне прям по кайфу, что я чем-то поделилась, кому-то пользу принесла. Мне так хорошо. И я вспомнила, наконец-то, как радоваться можно. А то я уже замучилась сидеть, грустить. Потому что моя радость – это когда я общаюсь. Когда я что-то делаю с пользой. Вот сейчас я неоценимую пользу себе принесла. Повторяю, я и сама учусь. И вообще мне тоже в натальной карте написано. Если я передаю любую инфу, то именно при передаче инфы я её понимаю глубже, 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 глубже и расширяюсь от этого. И в этом процессе расширения я генерирую энергию. То есть, чтобы что-то самой понять, мне нужно кому-то другому это объяснить. Кстати, это у многих так. Но не у всех. Всё, целую, обнимаю. Давайте до встречи. Уже все устали. Час ночи. Я два часа без перерыва с вами. Ох, и наркоз вроде уже прошёл. Подвижное лицо стало. Ура. Всё, целую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok